Музыка Отдел по обеспечению жизнедеятельности города Петровская является структурным подразделением администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики в пределах своих полномочий осуществляет реализацию вопросов местного значения по обеспечению жизнедеятельности города Петровская, а также населенных пунктов поселка городского типа Федоровка, поселков Вергулевка-Буткевичи и села Воскресеновка Целью решения вопросов местного значения отдел осуществляет следующие полномочия Организует на территории города работу по выполнению законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Луганской Народной Республики Обеспечивает взаимодействие служб города, предприятий жилищно-коммунального хозяйства для осуществления бесперебойной и качественной работы систем электро-тепло-водоснабжения Контролирует своевременное и качественное выполнение работ по текущему содержанию жилфонда при домовых территориях, озеленении и благоустройству города Рассматривает заявления, жалобы и обращения граждан Осуществляет выдачу и заверения справок, актов о фактическом месте проживания, бытовых характеристик граждан, актов обследования материально-бытовых условий семьи Осуществляет функции и полномочия первичного воинского учета граждан Ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий Организует ликвидацию несанкционированных свалок отходов А также осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Луганской Народной Республики За 12 месяцев 2022 года сотрудниками отдела были организованы и выполнены следующие работы Рассмотрено 7 письменных и 35 устных обращений граждан Заверено и выдано 2107 справок о составе семьи актов о фактическом месте проживания Бытовых характеристик граждан Подготовлено и выдано 15 справок о подтверждении стажа работы и начисленной заработной плате Зарегистрировано 822 человека в электронную очередь на получение паспорта и прохождение дактейлоскопирования Проведено обследование 11 пустующих неприватизированных квартир Проведено 8 обследований жилищно-бытовых условий граждан, состоящих на квартирном учете Были подготовлены документы на заседание общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации города Красный Луч Организовывались и проводились встречи с гражданами, состоящими на квартирном учете при отделе По вопросу распределения имеющихся в наличии брошенных неприватизированных квартир и с фонда брошенного жилья Проведена ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на квартирном учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий Под постоянным контролем находится жилье, закрепленное за детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки В рамках подготовки информации для отдела военного комиссариата проведена контрольная сверка учетных данных военнообязанных Проведена плановая сверка учетных данных военнообязанных с карточками первичного учета Проведены совещания с председателями ОСМД по вопросам подготовки жилых домов к осенне-зимнему периоду Благоустройство придомовой территории, соблюдение правил пожарной безопасности, получение разрешения Для осуществления обрезки деревьев и кустарников, а также председателями квартальных комитетов и физлицами-предпринимателями города По вопросу заключения договоров на вывоз ТБУ Осуществлялся контроль за подготовкой жилого фонда города к осенне-зимнему периоду Проведено обследование хозяйств населения по вопросу содержания поголовья домашнего скота и птицы Совместно с УТСЗН проведена работа по информированию граждан отдельных категорий, проживающих на территории города Петровская О предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования Сотрудниками отдела совместно с представителями Луганск-Вода проведена уведомительная работа с жителями города, имеющими задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения Проведена работа по выдаче талонов на оформление меры социальной поддержки в денежном выражении для приобретения твердого топлива Сотрудниками отдела проведена работа по информированию населения о необходимости оплаты земельного налога согласно уведомлениям об определении суммы денежного обязательства по оплате за землю Оказана помощь населению по оформлению и выдаче СНИЛС В отдел по данному вопросу обратилось 2275 человек Проводилась выдача детям отдельных категорий 114 новогодних подарков Сотрудниками отдела проводилась в 2022 году и продолжается в настоящее время работа по сбору информации о технических данных индивидуальных домостроений, находящихся на территории города, для регистрации в автоматизированной информационной системе С целью соблюдения правил благоустройства территории города было вручено физлицам-предпринимателям 24 уведомления С целью проведения вакцинации населения города от COVID-19 отделам была оказана помощь по установке в поликлинике города Петровская морозильной камеры для хранения вакцин Также сотрудники отдела активно участвовали в подготовке и проведении городских мероприятий На территории города было проведено 5 субботников, в которых принимали участие все сотрудники отдела Проведены ремонтные работы памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны Штатными работниками муниципального предприятия благоустройства, а также работниками, задействованными на работах временного характера по благоустройству территории города, за 12 месяцев 2022 года были выполнены следующие работы Очищена от снега экскаватором 205 километров проезжей части и тротуаров Очищена остановка тротуара от снега вручную 13 200 метров квадратных Проводилась посыпка противогололедным материалом дорог и тротуаров города Выполнены работы по уборке видимого мусора и веток на территории города Проведена очистка вручную проезжей части дорог, бордюр от нанесенного грунта Очистка проезжей части и тротуаров от грязи и посыпочного материала улиц Ленина, Калинина, Интернациональная, Шоссейная, Шаймуратова Проведен покос травы на территории города 131 480 метров квадратных Высажено 22 саженца берез Выполнен ремонт в пяти и установка трех новых лавочек Установлено 4 контейнера для сбора твердых коммунальных отходов по улицам Ватутина, Шоссейная и Петровского Выявлено и вывезено 6 несанкционированных свалок коммунальных отходов общим объемом 46 метров кубическим В 2022 году на территории города сотрудниками коммунального предприятия Луганский центр утилизации отходов Проведены работы по регулированию численности беспризорных собак В 2022 году на территории города были выполнены работы по ремонту наружного освещения улиц Ленина и Калинина В настоящее время на подведомственной территории продолжаются работы по благоустройству территории города Редактор субтитров А.Семкин